Всем хааай! Фокус где? Здравствуйте, дорогие друзья! По какой-то непонятной мне причине, все абсолютно неранчно уверены, что аниме-фантом по определению своему не может быть платежеспособен. И если ты тот самый человек, который так считает, самое время высказаться, потому что у меня для тебя вопрос. Почему ты так считаешь, глядя на это? В моих руках косметика от Наруто. И да, сейчас я в образе Орликина, но я переоденусь. Я просто в образе Орликина, чтобы повыпендриваться. Не более того. Небольшая предыстория и мое негодование. В какой-то момент бренды одежды, бренды обуви, впоследствии ресторанные бренды, бренды, которые что-то создают для развлечения людей, осознали, что оказывается весь аниме-фантом так-то платежеспособные ребята. И понеслось, и поехало. Не просто мерч обыкновенный, но и также косметические коллаборации. Недавно у нас была очень дорогая косметическая коллаборация Шуи Мура и Кселер Мун. Была коллаборация Шуи Мура и Кс Покемоны. И теперь, наконец-то, бренды решили пойти дальше. Хайп на одежде Наруто уже не интересен. А вот косметика от Наруто, это самое то. Это я вела к тому, что отдала за всю эту коллаборацию примерно 8500 рублей. Что ж, давайте посмотрим. Распаковочка чек. Несмотря на то, что Наруто не считается одним из моих самых любимых аниме, и вы должны знать перед просмотром этого видео, вот этот вот факт обо мне. Надеюсь, вы видите, там моя татуировка. Да, там татуировка, напитавшаяся моего первого мужа, мой первый муж был Гааром. Потом, конечно, у меня был второй муж, а потом, ну, формально третий муж, наверное, третий муж Табакуга. Вот. Он сейчас переживает, конечно, не лучшие времена, но я надеюсь, что все с ним будет хорошо, поэтому пока что мы не Бакуфаначим. Уникальность моего контента заключается в том, где вы еще найдете человека, который в костюме Орликина, в парике Орликина, не иронично, с татуировкой Гаары на шее, утверждает, что его третий муж Табакуга. Very fun. А еще у меня есть хвост на Орликина, так что хватит мне писать, что я не канон до Сталерил. Ладно, распаковочка чек. Oh my god. Oh my godness. Пожалуйста, посмотрите. Это просто разрыг. Народ, это круто. Хэштег. Что в этой коллаборации было представлено? Я, как вы понимаете, купила вообще все. Я вместе с вами сейчас смотрю первый раз, еще ничего не видела, могу пока что только потрогать. Значит, Наруто у нас выполнено в золотом цвете, ну потому что Наруфандом это богатство. Дальше здесь у нас идут тени. Саски Сакура и Деку, простите, Наруто. Хотела сказать Бакуга, ну потому что перепутала оранжевый и желтый, я же повер. По мнению социально важных персон в интернете, в комментариях. Итак, значит, что у нас здесь? Здесь получается монотень Саски, ну в традиционном синем для него цвете. Сакура в розовом цвете и Наруто, естественно, оранжевый с золотом. Потом здесь были кремовые лайнеры, соответственно, тоже, ну как мы можем догадаться, оранжевый, розовый и синий. Что-то такое вообще масло для губ название люкс. Посмотрим, насколько это элитно. А глиттеры? Походу, будто оранжевые. По-моему, это вся коллаборация Наруто, я ничего не упустила. Ну или на момент моей покупки больше ничего и не было. Ребят, упаковочка очень классная. Вообще, вы знаете, что я очень люблю коллорпоп. Рад по всем временам, он мне не рад был коллаборациями. Но надеюсь, что коллаба с Наруто будет класс. Посмотрим. Так, честно скажу, прям как и в палетке BT21 для меня странные, потому что вроде бы, да, вот тебе цвета Саски, вот цвета Наруто, вот цвета Сакура. Ха-ха-ха, вот какие-то растушевочные, наверное, ребятки, они все глиттерные. Не знаю, что из этого выйдет. Эта тема вообще у меня вызывает больше вопросов, чем ответ. Ширинган, Розинган, Девятихвостый, Герой, Копирующий Ниндзя Какаши. Это я просто показываю вам, что я знаю персонажей Казикаги. Но, кстати, Казикаги хороший цвет, да. Мы любим цвета, ну вы поняли. И Деревня Скрытая в облаке. Ладно. В целом, как будто бы, конечно, норм, но посмотрим. Концептуально, я думаю, что до всех должно доходить то, что я не буду делать в образе Орликина закос на кого-то из Наруто. Я вообще не знаю, на кого буду делать закос этими цветами, но что-нибудь придумаю. Но, в общем, ситуация будет какова, ситуация будет такова. И... Да. Я видео снимаю! Вообще жесть. Не то, чтобы Сакура была моим любимым персонажем, это вообще даже не мой парик. Я просто забыла его подруге отдать. Топ один персонаж, который мне не идет. Вообще, у меня так-то есть косплей на Ино, но там от Ино ничего нет, поэтому вот, ну, приходится быть Сакурой. Зато лишний раз появился повод вам напомнить, что на мне, кстати, худак от бренда Бездна. Бренд Бездна, вообще, бренд просто вообще обожаю, люблю его, ну, потому что мой бренд вот такой вот уважаемый. А еще Бездна вот тут, а еще Бездна вот тут. И вот так вот вообще выглядит этот шмот, он стоит вообще лайка. Если что, ссылочку оставляем вам на него в описании. Бренд Бездна супер-мега вообще класс. Я не знаю, я не умею рекламировать вещи, но, короче, они супер, потому что я их ношу. Во, аргумент. Ладно, го косметоз тестировать. Я реально хочу, чтобы эта косметика оказалась классной. Поэтому я, честно, буду к ней менее придерживая, чем бываю обычно в косметике, потому что я мечтала о том, что рано или поздно кто-то обязательно создаст косметику Наруто, и я ей буду пользоваться. Поэтому я буду тянуть эту косметику как могу, из последних сил. Вот знаете, как те самые школьные училки, которые тянут до последнего своего любимчика. Вот так вот я буду к этой косметике относиться сразу, вам говорю. Я буду тянуть ее, пока это будет вытягиваться. Но только если оттенок Гара меня не разочарует. Если меня разочарует оттенок Гара, я никогда не пропущу эту косметику, это Наруто будет свою косметику Наруто делать. Но это уже совсем другая история. Да, я не Сакура Баваеву, и что бы мне сделать? Это вообще не мой любимый персонаж. А я говорю уже, что я ее не люблю. Ладно, не важно. Ребятки, у меня для вас просто новость. Разрыв. Каждый, абсолютно каждый, слышите, да? Должен о ней знать. Сейчас я расскажу вам о самом крутом мероприятии, которое готовится уже этой осенью. Это фан-фест. А если быть точнее, то это самый масштабный фестиваль поп-культуры в нашей стране. Ладно, сейчас я вам поподробнее расскажу еще. Прям записывайте. С 27 по 29 октября на лайф-арене будет проходить фестиваль, на который съедутся все, абсолютно все. Геймеры, аниматоры, любители настолок, косплееры, любители кино, комиксов, фэнтези. Что там будет? Крутейшее шоу-программа, интерактивные стенды, ярмарка, на которой свой мерч привезут просто десятки компаний, будет из чего выбрать и где походить. А еще будут звезды кино, компьютерных игр и комиксов. Ну и куча всего интересного. Вишенкой на торте будет, естественно, конкурс на самый огненный косплей. А теперь внимание, косплееры улыбнулись, потянули. Знаете, какой призовой фонд там будет? Один миллион рублей, угу. Я думаю, достаточно сказала для того, чтобы вы уже забили себе эти даты и начали костюмчики отшивать, парички укладываются. На всякий случай сразу скажу, что если вы не можете попасть на все три дня фестиваля, то никаких проблем нет. Покупайте билет на любой другой свободный день, который вам нужен и вперед. Все мы там будем, конечно, кайфовать на этом самом топ-мега-хайповом мероприятии. Приобрести билет, а также регистрироваться на участие в конкурсе вы можете по ссылочке, которая у меня в описании. Или же вы можете это сделать, но только, внимание, на официальном сайте фанфеста. Не надо больше нигде регистрироваться, только или у меня, или вот там. А еще, внимание, все, кто пойдут туда из моих подписчиков, вас будут ждать особый сюрприз от меня. Поэтому тоже, как бы, можете об этом списаться в комментариях, найдите себе друзей, чтобы вместе пойти и посмотреть, что конкретно я лично для вас приготовила. Ну, а весь список участников фестиваля будет тоже по ссылочке, поэтому ознакомьтесь, посмотрите и друзьям вашим скиньте, потому что реально очень рекомендую туда пойти. По традиции в коллаборациях, вот в этих во всех, я уже не знаю, почему так делают, правда не знаю, у меня ноль идей. Но я уже привыкла к тому, что у нас нету ни туши, ни средств для бровей, ни тона, ничего нету. Дают в основном только продукты для глаз, поэтому предусмотрительно я решила остаться с моим макияжем, который у меня был создан еще днем. Мне тоже, чтобы это был мой лучший макияж, но это лучше, чем ничего. Что ж, давайте начнем вот с этой оранжевой штучки, даже не знаю, что это. Написано золотой таз, а, золотая пыль, золотой песок. И это оранжевый глиттер, точнее, сказать, золотой. Такое ощущение, как будто я его кто-то поюзал, но я понимаю, что это абсолютно точно не так, но выглядит он именно вот так. Вот вам поближе золотой песок, золотая пыль, вот голден, золото. Наруто, зависимый глиттерок, допустим. Что ж, давайте посмотрим на этот зависимый глиттерок где-нибудь на руке. Ну, эта продукция традиционная, должна об этом сказать, не создана для того, чтобы наносили на глаза. Но все все равно ее бахают на глаза в надежде на то, что, ну, меня лично пронесет. Кого-то не пронесло, кто-то остался без глаза, но я думаю, вы и сами все знаете. Короче, да, вот такая вот штука. Зачем она нужна еще, если не наносить ее на глаза, я не особо понимаю. Да, она выглядит прикольно. Ну, фиг знает. Ладно, это уже дело каждого. Я думаю, что кто-то себе и на задницу наносит и счастлив. Кстати, а вот это неплохо. Ладно, пока эту золотую пыль мы оставим, не знаю, что не сделать. Значит, запеченные тени. Концептуально потом используем, сейчас нам это неинтересно. Гелевый айлайнер, окей. Предполагаю, что есть смысл начинать макияж именно с этого. Айлайнер Саски. Да, минималистично. Могли бы лучше, да, могли бы. Было бы прикольно, если бы здесь, например, были бы его Чидори, ну, или типа того. Но это, знаете, из серии... Мне нравится, сделай сам, да? Цвет голубой-голубой, прям как Саски. Ну, в плане, как его цвет, ну, вы поняли. По насыщенности у пигмента красиво. Правда, больше у меня этот цвет ассоциируется с какими-то концептуальными продавщицами из 90-х. Но это уже мои личные проблемы. Правильно? Правильно. Достаем Сакуру, посмотрим, какой цвет у нее. Странно, конечно, выбрать, если честно. Все-таки Саски, но он не совсем голубой. Он больше все-таки синий-сиреневый, куда-то туда я бы его тащила. Но ладно. Сакура. То же самое, абсолютно такой же карандаш, просто с розовым. И на сэмпле он отдает розовым-золотным. Опять-таки, ну, странный выбор, наверное, для Сакуры. Хотя вот так вот рядом с моим париком выглядит цвет как будто бы мега-идеальным. Но это только рядом с моим париком он так выглядит. В жизни же он какой-то золоторозовый. Я не нудю. Ну и последний, самый интересный для меня оттенок, это оранжевый оттенок Наруто. Кстати, очень забавный факт. Я помню, что когда я была мелкая, мне вообще не нравился Наруто как персонаж. Я любила Гару. Вот, ну, типа, Гару, вот, секси, да. Вот он уважаемый молодой человек. Кстати, смотрите, он внезапно не оранжевый, он, блин, коричневый. Да кто там жужжит? Ужас, хватит сверлить сверло. Ну, я недовольна, сверло сверит. В общем, не любила Наруто, вообще не понимала прикола. Прям как сейчас я не понимаю прикола, какого хрена мне подсунули коричневый-золотой карандаш, который к Наруто ну ноль отношений имеет, потому что он, блин, коричневый. Какого хрена тут все остальное было по цветам, а этот никакого отношения к оранжевым не имеют. Верните оранжевый, какого черта? Оранжевый мне! Че это, не оранжевый нифига? Короче, в детстве мне не нравился Наруто, во взрослом возрасте мне не нравится карандаш Наруто. Отстой просто, я разочарована этим все-таки. Я думала, я буду на нем делать основу макияжа, но нет. Будем, видимо, делать на Сакуре. Что ж, Сакур-чан, иди сюда ко мне ловастая. Вот, и когда я во взрослом возрасте пересматривала Наруто, я поняла, что вот мне во взрослом возрасте все еще так же, конечно, нравится Дэдар. Дэдар вообще секси. Сори нравится, Нагаре нравится. Все-таки первым мужем, там, нужно, да, с почтительностью относиться к такому персонажу. Но, наверное, мне еще все-таки понравился Рокли. Вот Рокли прям клевый. И Шакамару клевый. Да, и Наруто. А, ну и сам, собственно, Наруто, вот, что я хотел сказать. Собственно, Наруто во взрослом возрасте, я сижу и думаю, блин, почему, когда я была мелкая, у нас его фандомы не особо сильно на тот момент любили. Бион.ру, заходишь, там все. Саски Учиха, а какавай? Какой-нибудь Порш Саски Учиха. Вот это вот все. Гару Тиха. Ну, короче, микс понятен, да? Мадара Учиха. Ну, вот эта вот вся братва. Наруто, я вообще не помню, что там они были. Если их было, голубал. Ну, ладно, неважно. А теперь Люкст Лип Оил. Я думаю, что можно начать, в принципе, макияж с него. Внутри вот такая вот жижка. Это, очевидно, средство для губ. Помадка. Оттенок выглядит как будто бы нейтральным, но не очень понимаю, зачем внутри золото добавили. Но посмотрим, как это будет на губах смотреться, потому что средство для губ. Полный декаденс, конечно. По вкусу безвкусно. Оттенок, кстати, называется Чакра. Прикол. Не знала, что Чакра такого цвета. Я бы больше оттенок этот назвала как-нибудь Ким Кардашьян, Лака или я не знаю, что-нибудь такое. Бахнем на слизистую. Поехали. Что здесь мы с вами сможем посмотреть? Ну, цвет, правда, очень неплохой. Я буду рисовать свой макияж прямо поверх стрелок, потому что, опять-таки, никакой подводки мне не положили. Но я считаю, это, конечно, полным упущением, поэтому буду рисовать сверху. Окей, цвет, правда, неплох. Он очень хорошо ложится, хорошо растушевывается. И мне нравится, как он сидит. Посмотрим, насколько надолго его хватит. В принципе, приятно. Оттенок хороший, на глазах он меня не бесит. В целом, все норм. Типа, знаете, вот я не могу сказать ничего вау, я не могу сказать, что это отстой, я не могу сказать вообще в целом ничего, кроме того, что, ну, здесь все нормально. Вот просто не бесит, понимаете? Вот так вот в жизни смотрю, ну да, есть эта золотинка ненужная, которая вызывает больше вопросов, чем ответов. Зачем это все непонятно? Если бы цвет был бы, ой, больше цвета сакура, какой-то более насыщенный, было бы, честно, приятнее. Приступаем к палеточке. По классике на палетках Colourpop мне не хватает зеркала, поэтому придется пользоваться зеркалом для руки. Так, ну что здесь возьмем? Здесь, я думаю, мы возьмем оттенок деревня скрытая в песке, естественно, потому что он самый базовый. Прям нанесем на все верхнее веко. Да на мне фокусируйся, пес! Рефилы достаточно большие, набираются на кисть не пыльно. Оттенок реально в жизни очень хорош собой. Когда я была ребенком, меня спрашивали, что ты хочешь от жизни? Я говорила, я хочу стать казикагой. Посмотрим, насколько это казикаг казикажная. Оттенок приятный. Правда, он полупрозрачный, я думала, что он будет чуть более пигментированный, чуть менее серый. Потому что в палетке он выглядит, знаете, таким лилово-сероватым, а в жизни я вижу только какой-то серый цемент. Ну, в общем, не ассоциируется у меня этот цвет с Суной вот никак вообще. А я шагаю за Суной, у меня парень на беломигар был вообще-то. Хэштег белом ролевая. В принципе, цвет годный. Можно поставить ему с натяжкой лайкусик, хоть и он мне не то, чтобы супер нравился. Кстати, интересно, раз уж цвет такой серый, может быть, им контринг важно сделать? Сейчас, возможно, об этом пожалею, но уж больно странно он ощущается. Спойлер, получилось странно, а камера сказала, что ей нехорошо. Так как цвет вызывает у меня пока больше вопросов, чем ответов, я говорю про этот серый. Я хочу попробовать сделать им контринг нижнего века, потому что это нам сюда более чем актуально будет. Здесь никаких особых фишек у меня нет, я делаю ровно так же, как делаю всегда. Затемняю внутренний уголок глаза и начинаю это подрастушевывать не тонкой, а реально растушеванной линией примерно до центра моего века. Слушайте, честно, я не могу сказать, что это, наверное, моя самая любимая коллаборация с брендом, но выглядит пока что приятно. Пока не бесит, а на том спасибо, кроме оттенка Нарута, вот он странный. Вообще, я удивлена, видимо, у них не было достаточного количества бюджета, чтобы делать какую-то пиар-компанию, потому что я реально очень случайно узнала о том, что эта косметика вообще выйдет. Просто в какой-то момент времени зашла на сайт Colorpop, потому что периодически, когда я летаю куда-нибудь за границу, я отрядно захожу на разные сайты и примерно понимаю, ну, что мне нужно покупать для контента. Я тут, короче, захожу, и там написано, что Нарута старт продаж, ну, через какое-то время, с момента, как я зашла на сайт. Я думала, офигеть, нужно просто будет ночевать, короче, на сайте Colorpop, чтобы купить коллекцию, чтобы не забыть, потому что, ну, наверняка ее сметут. А в итоге я понимаю, что никакой вообще промо-поддержки не было, и когда я говорила даже друзьям о том, что вот у Colorpop коллекция Нарута будет, они такие, типа, в смысле коллекция Нарута будет, я об этом нигде не слышала. Так что, видимо, они хотят это сделать как-то тихо, в отличие от Sailor Moon, которую они когда сделали, там просто весь мир просто офигел, и сидел, в том числе я тоже сидела, ослеживал сайт Colorpop лишь бы купить, а в итоге оказалось, что там все было распродано, чуть ли не за первые 20 минут, и сейчас эту косметику можно купить с наценкой за 40 тысяч, ну, такое себе развлечение. Что ж, посмотрим, какая у них там тактика. А вы знаете, для контурного носа, как будто бы цвета хватает, но все-таки для подглазничной зоны вообще не хватает. Здесь мне мало. А вот здесь прям нормально. Так, следующим элементом я возьму оттенок Sakura, и попробую все-таки заделать этот несчастный Agiosal. Возможно, за счет того, что у меня там была подложка, и сейчас я еще добавлю вот этот вот глиттерок, будет вообще класс. И да, выглядит действительно класс. Цвет яркий, красиво, растушевывается легко, и что самое главное, он даже не опадает. Красиво, хорошо сочетается с подложкой. Не знаю, что здесь еще сказать, здесь просто хорошо. Раз взяла оттенок Sakura, давайте тогда, наверное, этим оттенком мы еще и хайлайтер сделаем. Прямо вот сюда вот. И на скулах, да, он хорошо блестит, легко растушевывается, несмотря на то, что это вообще не хайлайтер, но ведет себя как хайлайтер класс. Вы знаете, я настолько не понимаю, мне на самом деле нравится, или я просто вытягиваю эту косметику, как могу, и говорю, что мне нравится, чтобы себя убедить, но как будто бы в целом норм. Не, ну здесь по пигменту все окей, сами видите, одно прикосновение, и уже вон как хорошо. Допустим. Вон, сделаем уже закус под Гаару, так уж и быть. Sakura, которая устала и не спит. И вообще в Гаару эти синяки под глазами, потому что он не может спать за шукаку, а не татуировка, как многие думают, очень глупая. И не макияж. Не, ну знаете, для синяков под глазами реально лучший цвет, а я люблю делать синяки под глазами, и мне прям нравится. Она выглядит реально очень естественно. Я буду, когда делать полноценный косплей на Орликино, я прям обязательно воспользуюсь именно вот этим оттенком, потому что, как минимум, палетка в мусорку точно не пойдет. Это прям хорошо. Прям смотрю на себя, даже страшно, насколько цвет выглядит естественно, как синяк, крутяк. Глаза прям огромные-огромные. Ничего не осыпается, все на своем месте. По качеству, честно, качественно. Дальше, я думаю, можно добавить немножко розовинки оттенком Казикаги. Вот сюда вот мы его добавим и подтушуем к центру. Очень красивый цвет, очень-очень хорошо работает. Блин, а если честно, у меня вообще возникло потом желание, когда я сейчас закончу глаз дорисовывать, на губы его бахнуть, прям вот на этот вот розинган, или как этот цвет назывался, я уже не помню. А, это чакра была. Как будто бы этот цвет идеально ляжет на губы. Не, макияж просто класс. Очень красиво выглядят глаза на данном этапе. Я ставлю, вы знаете, вот за это реально можно лайк поставить. Мне нравятся эти болезненные оттенки, они очень крутые. И, честно говоря, они ни на что другое не похожи. Не знаю, как будут работать эти остальные оттенки, но когда буду делать им макияж, обязательно буду выкладывать это в телеграм-канал, и там все вам покажу. Кстати говоря, на тему моего телеграм-канала у меня завелась традиция, что я обязательно что-нибудь вам дарю. И в этом видео я подарю вам вот такого бьюти-бок, чтобы вы тоже могли делать свои косплеи, аниме, макияжи, вот это вот все. Что нужно для этого сделать, чтобы, ну, поучаствовать в розыгрыше, который, кстати, очень простой и понятный. Самый активный получает подарок. Нужно подписаться на мой канал, нужно подписаться на мой телеграм, и ждать, когда в телеграме я выложу пост, подобный вот этому. Как только я его выложу, время пошло. Поэтому мы будем смотреть, кто будет самый активный, кто получит свой розыгрыш. А теперь давайте глянем, что у нас тут есть еще. Очень интересует меня оттенок трензацерамин и чираку, потому что он какой-то пыльный, но при этом вместе с этой пылью имеет очень красивый блеск. Прям вообще хайпо. Правда, он перекрыл все мои бордовые эти истории. Какой-то уж сильно пигментированный оказался, честно, я даже не ожидала. Поэтому, наверное, я его закрашу обратно хотя бы немного. Вообще, что это за оттенок такой, что за магия, только что колдунство произошло. Полный декаденс. Ладно, это понятно, оттенок супер, буду его использовать отдельно, но, наверное, круто использовать, как монотень. Будет очень красиво. Шеринган. Давайте наденем его прямо вот на красненькое. Ну да, шеринган дал, конечно, такой красноты, просто очаровательный. Поверх козикаги шеринган лег красиво. Хотя мне нравится обратное. Нет, мне вообще такое не нравится, это не в моей части. Не, ну, шеринган, ожидаем секси. Что сказать? Тут как бы все понятно. Любители Саски вошли в чат. Как же мы можем обидеть Саски Куна? Саски Куна! Саски! Вот это вот все. Красиво? Красиво. И давайте бакнем, короче, козикагу. Прямо на губы. Мечта моего детства выплатим. И оттенок получился просто урыв. Вот это я понимаю цвет. Блин, я похожа на Битлджуус. Я не очень хорошо помню, кто такой Битлджуус, но я видела где-то Битлджуус. Мне кажется, что вот я похожа на Битлджуус. Ну, Сакура стала альтушкой, что поделать? Сакура Чанки снизали. Очень-очень нравится. Давайте нарисуем, короче, Сяуром на голове Сакуры. И будем счастливыми людьми. Ну, нарисуем его вот хайднистом. Очень похоже. Это один в один Сяуром. И никто не может сказать обратное. Это канон. Так вот. Вот так вот делаются чудеса. Вот так вот делаются магии. Или нет? Блин, я поняла, я даже похожа не на Битлджууса, я похожа на кого-то из Жожи. Одно лицо. Кстати говоря, я положу вот эти вот золотишки с Саски и с Наруто вот в этот вот бьюти-боксик. Так что, если вы хотите выиграть вот эти вот прекрасные, потрясающие вещи, которые хрен достать, потому что это очень тяжело сделать, участвуйте в моем розыгрыше, достаточно подписаться на мой Телеграм-канал. Итак, поехали, тестируем Сакуру. Извини, Сакур, Чан, мне придется себя порвать. Значит, здесь у нас тень, символ Сакуры с ее спины, с ее фартука. Вахнем еще этого цвета сверху вот этого красного и получим еще более пигментированный розоватый оттенок. Ну, что сказать про этот цвет? Блин, ребят, он просто базовый, но он симпатичный, мягко наносится, его можно использовать абсолютно точно как монотень, и он вас не обидит. И еще, можно сказать, преимущество этого цвета. Я даже не знаю, но хороший, хороший продукт. Все, отлично, Color Pop наконец-то выкатил классную коллаборацию, я очень рада. Всем спасибо за просмотр, люблю Наруто, Наруто это круто, и всем пока, до новых встреч. Не забудьте смотреть другие мои обзоры, потому что вот у нас еще Селерман обзор был. Зачем тратить миллионы рублей на тональное средство? Ведь можно сделать тональник самим за копейки. Сыпем какаушко. Тональный готов. Из кабатка? Ой, неприятно, ааа. Что, вы понимали, я просто заплакала, конечно, нет, серьезно.